Всем тихой ночи! Традиционный подсчёт упоминаний чего-то в комментариях к ролику показал, что больше всего вы хотите увидеть разбор отдела временной безошибочности, а значит пора поговорить об этой части фонда SCP русскоязычного филиала. Фонд SCP занимается многими аномалиями, и для каждого вида аномалий обычно есть какой-то свой отдел. Когда фонд начинает встречать что-то связанное с течением времени, он создаёт отдел аномалий времени, который мы уже обсуждали. Однако течение времени, как оказалось, вещь настолько сложная, что просто отдела, следящего за его аномалиями, недостаточно. Нужно следить ещё кое-зачем. В одном из миров, где существует фонд SCP, он начал следить за временной безошибочностью. Работники того фонда открыли, что в самом течение времени есть такая вещь, как ключевые события, что-то такое, что невозможно изменить или предотвратить. То, что случится вне зависимости от всех других обстоятельств. Нередко это достаточно катастрофические события, в результате которых может прекратить своё существование сам фонд SCP. Несуществование фонда по цепочке приводит к ещё более катастрофическим событиям, обрушению целых временных линий. Потому, чтобы не происходило, нельзя допускать самой главной – корневой ошибки, чтобы где-то фонд прекращал своё существование. Несуществование в какой-то временной линии фонда – это и есть та ошибка, исправлением которой и занимается отдел временной безошибочности. Для такой работы необходимо видеть прошлое и будущее, и такую возможность фонда SCP предоставила случайность. Однажды глобальная оккультная коалиция занималась своим привычным делом – охотой на аномальные вещи и людей. В ходе этого занятия они накрыли какую-то секту, членов которой передали в SCP в качестве сотрудников класса D. Гог считал, что таким образом просто казнил бедолаг. Однако фонд SCP внимательно их изучил, и понял, что следование и учение этого культа позволяет заглянуть за пределы границ настоящего времени. Сектантские ритуалы были переработаны в стандартные протоколы, а люди, прошедшие через них, теперь называются оперативниками МОК «Тихое течение». Эти оперативники теперь признаны не допустить главную ошибку, что может возникнуть в прошлом и будущем. Конечно же, у отдела есть и свои объекты. Например, SCP-1420.ru – это старая VHS-кассета, случайно найденная на складе Зоны 7 фонда SCP. Кассета появилась после гибели одного из оперативников МОК «Тихое течение» во время нарушения условий содержания некой аномалии. Быть может, она появилась в результате нарушения условий содержания. А может быть, даже кассетой стал сам член МОК. Так или иначе, на ней можно увидеть надпись «Все еще полезен». И если начать проигрывать кассету на подходящем оборудовании, окажется, что запись на пленке меняется, в зависимости от того, кто сидит у телевизора. Иногда телевизор показывает просто черный экран. Но чаще всего показанный фильм несколько иносказательно отражает события, которые произойдут со зрителем на следующий день. Человек чаще всего не осознает, что показанный сюжет относится к нему. Но если на видео какие-то неприятные или страшные моменты, зритель начинает испытывать сильное беспокойство. После серии экспериментов на сотрудниках класса D фонд начал активно использовать объект для повышения качества своей работы. Теперь агенты фонда регулярно смотрят запись перед какими-то опасными поручениями, чтобы понимать, что их там может ждать. Накопленные в ходе экспериментов со временем данные позволили инженерам фонда начать создавать и собственные устройства. Например, они смогли разработать нечто известное, как SCP-1129-RU. Эта машина способна предотвратить появление в текущей временной линии любых объектов из другого времени, путем установки течения времени для них самих. Также она сообщает координаты каждого такого инцидента. На эти координаты немедленно отправляется МОК «Тихое течение» и захватывает нарушителей границы настоящего. На удивление после активации машины оказалось, что таких событий происходит довольно много. В ходе одного из таких было захвачено несколько сотрудников класса D, прибывших из будущего. У одного из них при себе оказался документ, письмо от Совета О5 фонда SCP. Суть письма была в том, что пытаться ограничить вмешательство временную линию будет большой ошибкой, которая приведет ко многим катастрофам. Избежать ужасных событий фонду настоящего может помочь только фонд из будущего. Так что фонд настоящего должен не мешать фонду из будущего помогать себе. Во время пресечения очередной попытки саботажа работы предыдущего объекта был найден еще один предмет – SCP-1417-RU. Это стационарный бинокль, направленный на определенную улицу. Если посмотреть в него, можно увидеть эту самую улицу, но в другой временной промежуток. При этом, если направить его на другое место, аномальный эффект не проявится. Кроме этого, объекта было замечено несколько других свойств. Например, он иногда вызывал спонтанную телепортацию отдельных частей тел людей, находившихся поблизости, что чаще всего их убивало. В какой-то момент рядом с объектом начались и другие аномалии. Например, рядом с ним появился и вскоре исчез документ, в котором утверждалось, что сам по себе объект – это дестабилизированная точка во времени, позволяющая влиять на другие временные линии. Появились и другие документы, из которых отдел временной безошибочности сделал вывод, что фонд SCP из другой временной линии пытается при помощи него проделать дыру в их мир. Пытается тот альтернативный фонд делать не только это. Было замечено, что сотрудники, работающие с объектом, подвергаются некоторому воздействию, после которого они упорно пытаются саботировать работу отдела временной безошибочности. По какой-то причине фонду той и другой временной линии сильно не нравится. То, что делает фонд в этой. Возможно, само создание отдела временной безошибочности было ошибкой. Работа с современными аномалиями иногда действительно выходит из-под контроля. Например, однажды работники Зоны 7 вдруг поняли, что не могут сойтись в том, кем же является их коллега по имени Вячеслав Черёмных. Вроде бы такой человек работает в учреждении, но никто не смог вспомнить, как говорил с этим человеком или взаимодействовал с ним. Все просто были уверены, что такой сотрудник есть. А вот медсестра учреждения утверждала, что этот человек давно скончался. Явлению был присвоен номер SCP-1418-RU. Дальнейшее изучение документов по поводу этого сотрудника показало, что его вступление в фонд SCP является тем самым ключевым событием, которое вроде как невозможно избежать. Вот только расследование выявило, что такой человек погиб от болезни, причем задолго до его предполагаемого вступления в фонд. Однако из-за того, что ключевое событие никак не может быть отменено, в фонде каким-то образом работает человек, который давно умер. Дальнейшее исследование временных линий показало, что в будущем существует еще одна ошибка, называемая в документах SCP-1412-RU. Суть ее в том, что в 2030 году есть такая точка во времени, в которой будут бесконечно появляться трупы, и через непродолжительное время они заполнят собой большую часть планеты, сделав выживание человечеству затруднительным. Отдел аномалии времени взялся за это дело, и узнал, что тела принадлежат ученым SCP, которые именно в это время отправятся исследовать каких-то аномальных бабочек. Возможно, дело в самих бабочках, или в связанной с ними аномалии. Так или иначе, сотрудникам отдела явно стоит заняться исправлением этой ошибки. Исследователи SCP действительно обнаружили в предполагаемом месте стаю необычных бабочек долгожителей. И главной их проблемой было то, что все они были заражены вирусом, живущим как бы в обратном направлении. Вирус заражает уже мертвые клетки, оживляет их и заставляет молодеть, потому бабочки жили очень долго. При этом сам вирус представляет собой какую-то ошибку времени, глюк реальности, смысл которого в том, что вирус в любом случае должен заразить мертвое тело и омолодить его. Если вирус заражает еще живое существо, сама реальность создает его мертвую копию, и уже в ней вирус делает то, что должен. По ходу исследований вирусом оказываются заражены люди, те самые исследователи, трупы которых должны были заполнить планеты в будущем. Чтобы избежать срабатывания ошибки, фонд решает их убить смертельной инъекцией, немного полежав в морге, все зараженные оживают. При этом после этого признаков аномалии не проявляют, их обрабатывают амнезиаками, отправляют на другие проекты. И вроде бы ошибка устранена. Остается мертвым только один из ученых, Игорь Купчин. Именно он, похоже, должен стать причиной каких-то ключевых событий, и именно на него вирус просто не подействовал. А еще теперь на момент начала необходимых для нормального течения последовательности событий, он мертв. Вокруг его труппа постоянно нарастает плотность реальности, которая в мире SCP, как мы знаем, измеряется в юмах, и к чему это может привести, никто не знает. Но, скорее всего, ничего хорошего от этого не будет. Теперь отделу аномалии времени, похоже, придется пойти против своих принципов и полностью удалить Игоря Купчина из временной линии, нарушив тем самым нормальную цепочку причин и следствий, и, скорее всего, вызвав тем самым непредсказуемую перестройку реальности. Другая аномалия с внезапной материализацией предметов на временной линии – это SCP-1419-RU. Суть объекта в том, что раз в месяц в месте нахождения МОК «Тихое течение», без видимых причин начинается ливень или его аналог, например, срабатывание пожарной сигнализации. Явление это довольно тревожное для фонда, потому что материализуется не только ливень. Из временного потока появляется нестабильная человекоподобная сущность и выпускает в члена МОК несколько пуль, которые неизменно убивают одного из оперативников. Странное существо появлялось и раз за разом убивало кого-то из «Тихого течения», пока не уничтожило всю группу, положив таким образом конец проекту. При этом во время последних своих появлений оно материализовалось в достаточной степени, чтобы разглядеть, что таинственным убийцей является персонаж Ру Филиала, ученый фонда по имени Комов. Про него довольно много всего есть, это явно отдельная тема. Комов проходит долгий путь от младшего научного сотрудника до могущественного паранормального существа, вершающего судьбы мира. А к чему же в итоге приходит отдел временной безошибочности? Финалом его истории, наверное, можно считать SCP-1014-RU, который уже читался на этом канале. Сам объект — это боевая машина фонда из далёкого, а может быть и не очень будущего, которую фонд решает сохранить, и, судя по всему, в будущем снова использует. И каждый раз она в итоге возвращается в прошлое, то есть как бы находится во временной петле. Беспокойство вызывает то, какие жестокие негуманные технологии фонд использует в этом самом будущем. И то, что будущее представляет собой. Оно очень мрачное и суровое. Там вообще какой-то Вархаммер происходит. И можно ли это считать успехом от дела временной безошибочности? Главное, что достигнуто непрерывное существование фонда SCP, а значит всё получилось. Всем пока!